Беларусь 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 Наши путешествия по Беларуси мы начинаем с города Брест. Это третий по древности город после Полоцка и Турова. Первое упоминание о нем было в 1019 году в повести временных лет. Тебе и Марашин, в общем-то, привычно путешествовать во времени и в пространстве. В прошлой серии мы оказались в Лондоне 19 века, а в этой серии мы оказались в будущем, потому что за нашей спиной находится памятник к тысячелетию города, построенный 6 лет назад. Да, вот такой вот исторический казус. Так что привет вам из будущего. На самом деле памятник возведен в 2009 году за счет пожертвований горожан и средств города. Он задуман как модель Бреста, выраженная в исторических образах, таких как князь Владимир и князь Литовский Витопт. На круговом горельефе нашли отражение 6 исторических сюжетов, включая легенду создания города. Касаемо легенд, по одной из версий нынешнее название города произошло от более старого названия Бересте, которое, в свою очередь, появилось в результате легенды о купцах, двигавшихся к землям литовским. Неподалеку отсюда они попали в болото, сделали через него берестяной тракт и в честь удачного перехода установили капище. А спустя некоторое время вокруг него образовалось поселение. Помните, в прошлом выпуске в Риге ты очень расстраивалась, что не видела бобров? И в Бресте мы таки решили восполнить этот пробел и показать их тебе. Жалко, конечно, что это всего лишь деревянная скульптура, но зато эти трактные точно никуда не денутся. Эти фигуры установила в 2012 году одна из строительных компаний города. Помимо бобров здесь есть медведи и лисицы. Кстати, как обычно, присутствует и местная примета. Кто потрогает карман одного из бобров, весь год будет крести деньги лопатой. Ну и потихоньку, переходя к автотематике, краем объектива зацепим вот такой вот милицейский москвич 407-61 года выпуска. Вообще, перед поездкой все в один голос утверждали, что в Беларуси тюнинга как индустрии нет, и тюнинг культура сугубо гаражная, и вообще все плохо. Ну давайте-ка проверим сей факт. Брест считается самым BMW-шным городом Беларуси. И без тех, кто занимается BMW, разумеется, тут не обошлось. Ну пошло все с детства, как, наверное, у многих. То есть дедушка приезжал на машине, я сидел и рулил. Принеси, подай, помоги, покрути. Ну с этого все пошло. В советские времена было только один журнал, возможно, почитать, но я его от корки до корки читал. Потом появились другие, но когда уже вспомнилось 18 лет, естественно, я купил себе машину. И стал ей Volkswagen Passat. Хватил управления его ненадолго, так как он быстро понял, что это не его. И вновь отправился на рынок. Ткнулся на BMW. Это был 28-й кузов, 525 бензин. По тем временам это была ракета. Так как она, естественно, была обычная стоковая, с этого все и поехало. То есть я смотрел журналы, видел одну картинку, а моя как-то совсем не так выглядела. Из этого начали рождаться какие-то проекты. В основном проекты были все, что мы делали, они как бы вначале делались для себя все. Потом это все расходилось по республике. Когда ты уже проект закончил, ну, скажем так, ты его реализовал, естественно, как у многих людей, интерес к нему пропадает. В голове рождается что-то новое, надо его продать. Купить что-то другое, потому что хочется сделать вот такое, но с фиолетовым бантиком. И примерно в те времена Женя построил проект, который является любимым и по сей день. Он вообще питает слабость к 36-му кузову, но и эта машина стала его любимицей. Изначально автоматная праворукая 318-я, зато 99-го года и в идеале. Когда я ее переделал с правого руля на левый, как бы сделал я все аккуратно, грамотно, то есть соблюдено, знаний хватает, на тот момент уже хватало, то есть я знал каждый болт в этой машине, переделана она была просто, ну, как в завод, только с левым рулем. И при этом, как говорится, очень много всего разбирается, то есть я понял, что машина в очень хорошем состоянии, то есть она достойна того, чтобы из нее что-то сделать. Идея собрать из стоковых BMW-шных моторов такой, чтобы машина с ним ехала не хуже М-ки, но при этом не свап, так как это, по Жениным словам, слишком просто и неинтересно. Кто-то, может, назовет идею бредовой, ну а почему ее нет-то? На мой взгляд, любопытно. К тому же она, по сути, и задала тон всей дальнейшей работе и фишке от Илье. Делать мощные тюнинные моторы не из тюнинг-компонентов, а грамотной подборкой деталей других стоковых двигателей. Это гораздо бюджетнее, да и вообще идея интересная. Тюнинг была использована М-52, блок был 52-й, голова 52-я, поршневая была использована из 54-го трехлитрового мотора, вот, распредвал тоже из 54-го трехлитрового только впуск, выпуск безваносный, 50-й коллектор, которые очень любят тюнингисты, скажем так, очень хвалят, потому что, скажем так, да даже разный тюнинг типа шницер не приближается по своим характеристикам к нему, вот, очень удачная заводская конструкция. Из нестока только коллектор, выхлоп и прошивка. Результат на уровне трехлитровый М-3, 6 секунд до сотни и квотер за 14. Ну так вот каждый проект все серьезнее и серьезнее, потом, как говорится, от многих проектов, когда ты меняешь стоковые запчасти на нестоковые, либо на просто другие BMW-шные, что-то лучше ставишь, там, мощнее, там, свапишь двигатель, все это остается, от этого надо избавиться, из этого вот родилось все вот это. Так зародился Биммер Парц, именно как разборка и ателье под отделки дорожных машин. Но есть еще одна страна. В начале, как бы, в те времена мы еще не знали, что такое дрифт, и вообще, наверное, никто не знал на нашем, скажем так, пространстве. Вот, в основном, все увлекались драгом, то есть, с этого, как бы, все началось, то есть, построить турбо-БМВ. Вот, естественно, как обычно, как это у всех, тридцатка, 2,5, там, 2,7, ну, турбина туда-сюда, то есть, вот так это все делалось. Но в дрифте же ненадолго не завис. А в дрифт пришел, ну, как и все, это же БМВ, как задний привод, елки-палки, то есть, где-то там, за углом, блин, дал лишнего, ух, классно. Еще раз, еще раз, мы еще тогда не знали, блин, что это дрифт вообще, как это нынче есть модное словцо «дать угла», как бы, вот это, пацаны давали угла, это, и никто не знал, что это назывался дрифт, как бы, там, и все, то есть, вот с этого все пошло. А потом, к нам в Беларусь пришел дрифт. Вот так и появилась гоночная команда. Хотя ребята и участвуют только в местных чемпионатах, но на EDC тоже заявились и даже проехали, несмотря на некоторые проблемы с машиной. Кстати, давайте-ка и о дрифт-проектах поговорим. Вначале было использовано обычная 28-я, вообще стоковая, я туда посадил, машина была собрана за полтора недели, был куплен кузов, вот, было взято две подвески, куплен мотор 3.5, обычный, БМВовский, туда его, ба-бах, и все, и мы поехали на дрифт. Понятное дело, что из этого ничего хорошего не вышло, но желание не пропало. После этого была взята небольшая пауза и был построен уже нынешний проект. Очередная 36-я, только уже турбо, на М50-м движке, и снова проторенные дорожки с использованием стоковых деталей от других движков. И дело не только в бюджете, но и в идеологии. Зная много всего про БМВ и зная в них каждый болт, в основном мы старались использовать тоже зонские детали. То есть, многие пытаются сделать как? Покупать много дорогой тюнячки, все это вот так вот туда, ну, это получается баснословно дорого, и не всегда оправдывает себя, даже если оправдывает, то есть, некоторые вещи можно эффективно реализовать и без вот этого всего, то есть, мы знали много готовых заводских решений, и все это использовали, то есть, с разных кузовов, с разных моторов, с разных версий. Из не столько кованая поршневая, коллектор, турбина, форсунки, управление, причем запитанное через штатные мозги, а остальное все от БМВ. На данный момент мы участвуем только в белорусском чемпионате, хотя мысли и желания есть, осталось помнить и средства. Да, уж, с этим у всех проблем. И пусть все время говорят, что в Беларуси все бедные, но Женя лишнее доказательство тому, что для того, чтобы построить что-то стоящее, необязателен космический бюджет. В первую очередь нужны знания и умения, а еще бензин в крови, которого Женя уж точно не занимает. Время клонилось к вечеру, и Серега, наш местный организатор, потащил нас на местные автотусовки. Есть тут даже некое подобие GDM-сообществ, хотя и очень маленьких, но в основном, конечно, немцев. на следующее утро мы со всем было собрались ехать в Минск, но тут внезапно выяснилось, что ателье «Мосспорт», занимающийся подготовкой раллийных грузовиков и на посещение которого мы очень рассчитывали, по выходным закрыто, так как находится на территории режимного предприятия, и попасть туда нет никакой возможности. Поскольку у нас появилось только свободного времени, мы не могли не посетить еще одно историческое место в Бресте, которое в итоге и произвело на нас наибольшее впечатление. Брестскую крепость все привыкли ассоциировать с Великой Отечественной войной, но на самом деле она, конечно, гораздо старше. Первый камень в основании был заложен 1 июля 1836 года, а основные строительные работы были завершены к 26 апреля 1842 года. Затем ее модернизировали. В начале 20 века она была частично взорвана, переходила из рук в руки от немцев к полякам, потом к русским, вновь к Речи Посполитой. 2 сентября 1939 года на нее напали немецко-фашистские войска. 17-го она перешла в руки немцев. 22 сентября 1939 года Германия передала ее Советскому Союзу. А 22 июня 1941 года в 4.15 утра без объявления войны по крепости был открыт огонь, и она оказалась одним из первых форпостов, героически впавших под огнем, но не сдававшимся до последнего патрона. Брестская крепость стала символом мужества, упорства и непоколебимости советского народа. И именно это просто невероятно эмоционально выражает огромный основной монумент, который так и называется «Мужество». С этим самым довольно-таки тяжелое. Да, то есть ощущение довольно тяжеловато от этого всего, но оно так и должно быть. Этот памятник должен напоминать нам. Несмотря на то, что вокруг было много людей и стояла жара, по телу периодически пробегал холодок, и настроение у нас было отнюдь небеззаботным, в отличие от местных жителей. Времени у нас было все-таки не очень много, так что чуть-чуть погуляв, а на территории крепости много всего интересного, мы отправились к следующей цели нашего путешествия в Минску. Ну, а пока мы едем 300 километров до столицы Беларуси, позвольте вам представить наш автомобиль. Знакомьтесь, Лада Гранта. Движок 1.6 и автомат! Автосалон-лидер, который предоставил нам машину на эту поездку, за что им огромное спасибо, дал возможность выбора между несколькими авто. И я выбрал именно Гранту, так как я очень давно не ездил на нашем арках, а тут такая возможность. Плюс автомат и кондиционер решили вопрос в сторону «Ах, хрен с ним, попробуем!» Ну, вот результаты в двух словах. Минусы. Дешевый пластик, отсутствие шумоизоляции, нулевая информативность руля, очень валкая, хотя и энергоемкая и подходящая для плохих дорог подвеска. Из плюсов великолепная работа автомата, весьма тяговитый для 1.6 и при этом достаточно экономичный движок, неплохой головной свет и, что немаловажно, внутри машина ощутимо больше, чем снаружи. А еще за все наше путешествие, несмотря на достаточно высокие скорости передвижения, мотор не съел ни грамма масла. Одним из плюсов, что машина, невзирая на свой год, она 2012 года, сейчас у нас 2015, весьма в неплохом техническом состоянии. Неплохое техническое состояние за счет того, что у ребят свой собственный сервис и все машины они обслуживают сами. И, кстати, цены в прокате, а познакомились мы с ними задолго до того, как ребята решили нас поддержать, весьма и весьма гуманны. Тем временем, вот и Минск. Итак, друзья, мы прибыли в столицу Белоруссии, город Минск. За нашей спиной находится визитная карточка и основная достопримечательность этого города. Своеобразные ворота. Что интересно, это обычное жилое здание, построенное в 1953 году. На этом здании находятся самые большие часы этой страны. И размер циферблака достигает 3,5 метров. Эти часы были привезены в Беларусь более 100 лет тому назад. Ну, по Минску мы еще успеем погулять вечерком. А пока отправляемся навстречу с местным уже гораздо более многочисленным JDM-сообществом, у которого есть даже свое ателье под названием JDM-гараж. Началось все с папиного автомобиля, который он мне доверял просто сначала ездить. Позже мне стало интересно, ну, с детства было интересно всякие конструкторы, всякие штуки такие, что-то разбирать, собирать, технические какие-то вещи. Он увидел, что я как бы этим увлекаюсь, мне как-то надо было помочь, и вот этой вот помощью это был подаренный набор инструментов для того, чтобы я смог разобрать его машину. Ну, как бы какие-то опыты происходили. Некоторые опыты оканчивались неудачей. Ну, было и такое, естественно, да. Тем временем, Валера получил два образования по автомобильной тематике, техническое и экономическое. Ну, а дальше все как у всех. Мне понравилось Ауди, я тебе захотел тоже Ауди, ну, как это положено, да. Вот, покатался год на Ауди, и тут вот начали японоводы у нас активизироваться в Минске. Понравилась, очень понравилась одна машина. Какая? Хонда Аккорд 92-го года, купе. Вот. Причем, эту машину я увидел и просто мучил ее владельца, чтобы он мне ее продал. Когда я купил этот Аккорд, мне сразу показалось, что будет настолько все как-нибудь хорошо, что даже залезть-то некуда. Ну, как обычно в Хондах, но потом мне не изменилось и понеслась. Подрезка, колеса, двигатель, салон, скоротечное вовлечение музыкой и участие в конкурсах по автозвуку. В тот же момент купил, съездил в Москву первые хорошие новые диски. На самом деле в Минске тогда вообще купить такого что-то было негде просто. Ну, вот съездили, с сумками привезли, потом не спал, думал, что их могут еще... Чтоб не стащил никто в площадь. Да, я прям представляю, человек там заходил. Диски. Ночью под покровом. Нет, там стоят сумки, торчат новые. А стоили очень недешево. Обаловавшись с аккордом, захотелось Валерии что-то заднеприводное, да с движком побольше. Долго выбирал, в итоге, придя к выбору между двумя автомобилями. поездишь на 350Z и на G35 и понял, что я хотел эту машину использовать для гонок в Таймотах. Для гонок мне подходит больше 350Z. Вот я только да, хотел сказать. но для, так сказать, большедневной эксплуатации все же ехать в G35 и еще рестайл в салоне гораздо приятно. То есть у тебя это единственная машина? Ну, по сути, да. Я езжу на ней и зимой, и летом, и стенс, и тайм-атак, и все. Ну, то есть разные наборы каких-то запчастей, колес, все меняется. То есть, короче, машина-конструктор, получается. Захотел, сделал стенс, захотел, поехал зимой. Давно месить, я не буду, конечно, говорить. Просто ездить по снегу, скажем так. Да-да-да. И захотел, на ней же поехал в тайм-атаке, тупо поменяв там подвеску, диски, резину и так далее. Так она и есть. Ну, для меня, как бы, с одной стороны, как бы, естественно, когда машина настолько универсальна, она не может быть на 100% хороша во всех. Естественно. Об этом японцы в Best Motorin'е очень много говорят. Вот. Ну, как бы, я в то же время доказал, я считаю, что на самом деле все, многие удивляются, что эта машина может хорошо и там, и там, и везде, как бы, просто нужен подход. Ну, вот и мы потихоньку подходим к следующему этапу. Естественно, хандовки, тусовки, все такое, и среди общей тусы вырисовывается группка людей с какой-то своей идеей. Организовали мы JDM Buy, то есть, это такой клуб единомышленников, владельцев японских автомобилей. Не обязательно там, праворуки, как некоторые. Там были много споров в начале, у нас... Не настоящий JDM, не праворуки. Не JDM, как вы называетесь, это ж позор. Ну, у нас, как бы, написано на форуме смысл для таких маленькими буквами, что у нас клуб владельцев японских автомобилей. Все, как бы, просто это, как бы, название такое. Вот. Начался вот движение этого клуба, начали заниматься организацией тайм-атак. И дошли до того, что начали проводить мероприятия на уровне страны, такие как кубок тайм-атак, короб для новичков и чемпионат Республики Беларусь для профессионалов, то есть пилотов с лицензиями. Оба, кстати, тесно связаны с Россией. Часть этапов проходит и у нас. Кстати, о профессионалах. Нужно первое или сходить в курсы, есть у нас специальные курсы повышения как бы водительского мастерства. Есть там первый уровень подготовки, как бы. Они государственные или частные? Нет, частные. Второй уровень есть подготовки автогонщика, то есть мы даже одно время там я был преподавателем, ты приходишь туда, катаешься, посмотрели, ты молодец, получил рекомендательное письмо. Ты пошел в Белорусскую автомобильную федерацию и говоришь, здравствуйте, хочу ехать в Тайм-Атаку. Они тебе говорят, а что у вас есть? А ты там раз и с кормона оставил. Оплачиваешь какие-то взносы и получаешь лицензию. Или ты еще можешь, участвуя допустим в наших чемпионатах в Тайм-Атаку для новичков. Мы посмотрели, ты занимаешь призовые места, ездишь неплохо, ты молодец. Мы тебе даем рекомендательное письмо и ты с этим рекомендательным письмом опять идешь в баф и получаешь лицензию. Да, это вам не пятаки на парковке крутить. Вернемся к тому, где мы находимся. А находимся мы в сервисе, который занимается японскими машинами. Изначально идея была такова, чтобы основной такой вот вид отправленности хотелось бы, естественно, хотелось бы для автоспорта. Ну, в частности, так как мы продвигаем тайм-атаку, так тайм-атаку. Да, ребята крутят гайки, настраивают подвески, делают проекты и все такое, но суть совсем не в этом. Занимаемся не только доработкой автомобилей, то есть каким-то таким тюнингом. Вот. Мы еще как бы пытаемся сохранять автомобили, какие-то редкие, интересные автомобили. То есть даже были моменты, то есть нужно автомобиль вернуть в стоковое состояние. чем доработать. Стараемся привлекать к себе каких-то вот таких владельцев интересных японских автомобилей. Именно энтузиастов, как бы. да, да, вот любителей какого-то вот такого активного отдыха, в плане автоспорта тоже им как-то помогать. Вот. И такую вот закреплять вот эту тусовку какую-то здесь у себя. То есть к нам люди приезжают ну, не просто там, не приезжают просто плюнуть масло. У нас нет таких как бы. Здесь приезжают люди как бы пообщаться, потусоваться, что-то постарить. Просто приезжают потусоваться. то есть какие-то общения, какие-то общие интересы и так далее и того подобного. То есть такое живое общение в этот клуб. Вот именно. Клуб в самом полном смысле этого слова. И пока есть такие люди, которые не ноют, мол, Беларуси нифига нет, а создают сервисы, продвигают легальный автоспорт. Автокультура будет двигаться вперед. И это здорово. Беларусь многие называют наследницей СССР. И Минск действительно выглядит как мечта советского архитектора и городостроителя. Много зелени, широченные проспекты с отличным покрытием. К слову, на протяжении целого дня мы ни разу не попали в пробку. Куча многоквартирных кубиков домов. Стариной тут и не пахнет. Такое ощущение, что город основан не в 1067, как гласит повесть временных лет, а в 1967 году. Возможно, это из-за того, что за свою почти тысячелетнюю историю Минск, названный по легенде в честь великого богатыря Мениска сгорал до 18 раз. Но все же кое-какие симпатичные места под старину тут есть. Да и вообще гулять по Беларуси, что в Минске, что в Бресте одно удовольствие. Чисто, опрятно. Народ весьма и весьма доброжелательный. Правда, не везде. Перед поездкой мы вычитали, что отличный вид на город открывается с верхнего этажа торгового центра Ройл Плаза, где находится ресторан, в котором можно посидеть и поснимать, как мы это делали, например, в Вильнюсской телебашне. Но завидев нас с камерами в руках, администрация почему-то впала в панику и отказалась нас пускать, хотя мы всего лишь хотели попить чайку, так как были жутко голодными, ну и снять вид города. Ну и пожалуйста, думали вам рекламу сделать, а вы навредничали. В общем, с кадрами Минска с высоты мы обломались. Спасибо ребятам из этого самого ресторана. В расстроенных чувствах мы отправились на внезапно нарисовавшуюся встречу со зрителями в другую кафешку. И тут нас ждал сюрприз. Пришла и приехала немаленькая такая куча народа, в общем числом, наверное, чуть ли не под сотню человек. И ребята с GDM, сходки, и BMW-шники во главе с моим старым знакомым из Питера, который внезапно оказался в Минске. И просто зрители, которые что-то от кого-то там узнали. Встреча получилась очень теплой, но мне почему-то даже не пришло в голову ее как-то поснимать. Спасибо Димке Апиратову, вспоминает Советский Союз, что в первую очередь теплым отношением людей друг к другу и общей атмосферой доброжелательности. Вечером, прогуливаясь по набережной, ощущаю себя где-то в 70-х годах. И это здорово. Так, ну что, мы с городами отстрелялись, завтра только дрифт остался. Последний бой, он трудный самый. Ну да, после этих двух дней уже ничего не хочется. Знаешь, я, пожалуй, пойду отдохну, в ванне и полежу музыку послушаю. Очередной телефон, Анатольевич? Ну, мы же теперь М4, он не боится воды, пара он не боится, и вообще с ним плавать может. Ну, удачно тебе поплавать. А на следующий день мы отправились на дрифт, но это уже совсем другая история. А этот, внезапно нарисовавшийся третий эпизод трим-роуда, завершен. Ты одел шлем, застегнул, проверил перчатки, все окей, можем стартовать. Просто на! Крутится, машина крутится, ты сам крутишься. Грохот, кулачки, кулачки, торможение. Перегрузки, дым. И когда финишировал, уже думаешь, что с п***кой получили? Не хочу с тобой говорить о дрифте, меня интересует Аркадий Цареграцев, личность. Там шика в п***но. И ты катишься по воде на доске и этим парашютом еще управляешь? Были бы обычными людьми в офисах, в костюмах, с галстуками. То есть я тебе могу галстук завязать очень красиво. Спасибо. Просто куча картей была, и ни одна из них не ездила. На охоту сходить с друзьями. И, собственно говоря, что за вопрос-то был? Субтитры сделал DimaTorzok